Нужно как-то немножечко ухитряться, какие-то методы искать, как конкурировать. Кто-то продвигает в Инстаграме, кто-то в Фейсбуке, кто-то использует АМС. Ну, честно говоря, если все очень правильно и хорошо делать в мерче, то для этого разные методы вот эти не нужны. Мы используем в основном рекламу только тогда, когда нужно войти в какую-то нишу уже доверху забитую, скажем, тот же Крисмос, Рождество или Новый год, или День матери, или День отца, ну, где уже точно каждый год стабильно еще до мерча продавались дизайны, и туда, ну, в принципе, сложно зайти. Но ты видишь какой-то потенциал или ты понимаешь, что вот да, такой дизайн хороший, я точно знаю, что я зайду, и я понимаю, что я могу скинуть какой-то дополнительный бюджет на эту футболку. Потому что, понимаете, здесь такая ситуация, что, ну, можно хорошенько купить отзывов на футболку, грубо говоря, хотя это тоже не разрешается особо, но можно, такие методы еще пока работают. Раздать ее, выдвинуть на какие-то позиции. Но если этот дизайн не понравится людям, вы стоите, например, на первой странице, но он нравится только вам и там членам вашей семьи, и не имеет значения, что там уже там 20 отзывов вы набили, но он не будет продаваться, он упадет глубоко. Поэтому здесь нужно постоянно думать, есть ли смысл какие-то деньги вкладывать в рекламу и в продвижение, если вы не можете гарантировать результат, что оно будет продаваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!